В Муглжарском районе системно налажена реализация государственной программы продуктивной занятости. В этом году 120 человек, получивших безвозвратные гранты, начали свой бизнес. При этом активность жителей глубинки выше, чем в районном центре. В Муглжаре проживает много рукодельниц. Одна из них – Гульжан Сарсенбаева. После окончания учебы на Портнова, в свое время устроилась на швейную фабрику областного центра. В 90-е годы во время экономического кризиса она ушла с работы и вернулась в родной край. Работая в разных сферах, Гульжан поняла, что шитье – это ее призвание, после чего приняла участие в программе «Бастау». Месяц обучалась тонкостям бизнеса и стала обладательницей безвозвратного гранта. Конечно, страх изменить жизнь может быть у любого человека, но если все время бояться, так можно сидеть на одном месте. В конце концов, в рамках госпрограмм есть координаторы, которые направляют, они подсказывают. Главное здесь самим проявлять инициативу и стараться освоить то, что дают. В результате она открыла мастерскую индивидуального пошива, закуплено необходимого оборудования на сумму 583 тысячи тенге. Сейчас обучает сельских девочек практическому мастерству. В целом, для желающих работать есть условия. Кто-то открывает СТО, кто-то может заниматься ремонтом обуви, открыть салон красоты. Кто что умеет, эту услугу он может и монетизировать. Сфера государственной программы с каждым годом расширяется и меняется в зависимости от социального положения участников. К примеру, в прошлом году приоритет был отдан многодетным и одиноким матерям, в этом году инвалидам и состоящим на учете в службе пробации, а также семьям, получающим адресную социальную помощь. Успешно воспользовавшись этой возможностью, Гуджаман Мамбитнезова начала свою деятельность в районном центре при обществе инвалидов. Инвалид третьей группы, получив безвозмездный грант по государственной программе, открыла свое дело. На государственные деньги приобрела необходимое оборудование. Три швейные машины, гладильную доску. В общем, очень рада, что решилась принять участие в программе Бастау, так как есть возможность безработным открыть свое дело. Держать иглу и нитку учила мама, а профессионально шить обучила мастер Жанша Ири Кешула. Гуджаман вначале умела шить только небольшие курпешки, однако она быстро обучаема, легко освоила навыки шитья. Хоть она имеет некоторые физические ограничения, по ней не скажешь. Очень способная и трудолюбивая. Гуджаман Мамбитнезова называет основным направлением своей деятельности пошив уютного и модного постельного белья. Она использует натуральные материалы. По ее словам, спрос населения растет с каждым днем. Клиентов достаточно, наверное, потому что мы стараемся выполнять свою работу качественно. А самое главное, цены доступны, устанавливаем. По данным Центра занятости, в этом году в районе трудоустроено около 2400 человек. В рамках второго направления программы Инбек 120 человек получили безвозвратные гранты. Для того, чтобы иметь работу, необходимо эффективно использовать государственные программы, говорит специалист. Сельчане в основном заняты в аграрной отрасли. Активно развивается птицеводство и овощеводство. К примеру, в 2020 году 103 человека у нас получили безвозмездные гранты. Из них порядка 10 крестьянских хозяйств. Владельцы СТО и массажного салона решили расшириться. Подали заявку на получение финансирования в размере 2-4 миллионов тенге под 6% годовых. И сейчас благополучно работают. Хорошая новость для тех, кто хочет получить поддержку от государства. В августе планируется выдача еще безвозвратных грантов. Количество желающих 65, а выделено грантов 21. Владимир Федотов, Мержан Аманжолов, телеканал АКТУБ.